приветствую вас давайте попробуем разобраться с вашим вопросом давайте попробуем ответить вам на него и значит помочь вам выработать некую стратегию исходя из того что вы написали был у меня мужчина намного старше значит меня то есть ваш мужчина был намного старше вас намного старше встречались мы с ним пять лет соответственно если вам сейчас двадцать восемь то встречался вы начали с ним двадцать три намного старше вам был мужчина старше вот здесь а сразу к вам вопрос чем обусловлен выбор выбор мужчины намного старше себя ведь вряд ли он он воспринимал вас как равную себе вряд ли он готов был с вами к равноправным отношениям значит скорее всего он выступал как родитель как родитель и мужчины намного старше женщины это всегда история детко-родительских отношений с папой значит недолюбленность соответственно зонительная самостерка ну и прочее 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 то есть либо отца у вас не было волшеб я говорю про эмоциональную сферу либо он был у вас довольно авторитарный подавлял вас как бы стимулировал к тому чем вы вот занимаетесь или занимались это вы как бы пытались ему доказать что вы вот такая красивая такая вот вся успешная яркая состоятельная и прочее либо наоборот вы были избалованы его любовью и соответственно он вам он был с вами честирующим мужчины так вот когда женщина она когда в своем мужчине ищет отца когда когда ее собственный отец был для нее мужчиной он своим поведением как бы был в меньшей степени мужчины и он для нее стал первичным образом мужчины но в норме происходит как бы естественное восприятие отца в первую очередь как отца и потом уже как мужчину как человек и так далее а у нас в этом случае значит мужская составляющая вышла на передний план на первый план на первый план на первый план вот эти вот три варианта они могли обусловить то что у вас мужчина намного старше вам ну и при том что вы пишите что он у вас был при этом при этом вы как-то не говорите что вы расстались с ним что вы разошлись что вы больше не умеете но при этом был то есть вот как-то непонятно если был то а сейчас что у вас с ним если был то сейчас вы с кем понимаете вот ну и то что вы описываете дальше это помимо всего прочего по сути это дело отцовская модель поведения по отношению к вам то есть вот он с вами в отношениях вот он влияет на вашу самооценку вот он заставляет вас чувствовать себя хуже вот вы уже из-за него чувствуете себя там страшно и так далее и так далее кто это отец почему отец потому что вы ребенок вы ребенок у вас нет позиции взрослого в данном случае нет вероятно вероятно всего вероятно всего вас нет и не было четкого представления о себе четкого такого устойчивого представления о себе вы были красоткой раньше занимались на обложке журналов на книги и участвовали в разных конкурсах это здорово но это все внешняя сторона то есть это все здорово но это внешняя сторона а я могу только догадываться но исходя из того что вы описали исходя из моего опыта я могу предположить что подобная деятельность была своего рода компенсацией компенсацией вашей неуверенности в себе то есть вы использовали это все для того чтобы компенсировать недостаток любви и внимания по отношению к себе обложки соответственно восхищения публики и так далее все это вам было важно внимание других людей внимание публики и так далее вот то есть конечно вы можете сказать что нет мне это нравится это модельный бизнес это здорово я верю вам я не спорю не спорю с вами но в контексте того что вы описали именно в контексте тех элементов которые вы дали в контексте вот того что вы дальше описываете по отношению к себе можно говорить о именно таком генезисе именно таком развитии вашего восприятия себя и соответственно выборе направления реализации то есть человек выбирает направление реализации по двум основным критериям первое это интерес то что лучше всего получается это два такие вот смежные элемента и второе это попытка за счет деятельности компенсировать какую-то неудовлетворенность внутри себя вот то соответственно у вас присутствует присутствует безусловно и то и другое то есть я не думаю что вы прямо испытывали обращение по профессии как это занимались но скорее всего здесь компенсаторный механизм и попытка доказать себе что вы любимый что вы привлекательный что вы нужны что вы важны что вы ценны что вы значимы почему потому что ваши родители в частности ваш отец вел себя с вами определенным образом как это конечно вопрос уже выяснить выяснение потому что вы скорее всего сами этого даже не знаете ну вот исходя из того что я исходя из того что я вижу ну как скорее всего здесь у нас строгий папа со знаком минус то есть подавление вас у нас это постоянное ориентирование на других вот это проявляется в том что вы говорите что он постоянно выагает разных моделей у вас мужчина то есть вот это вот обращение внимания на подобную активность да то есть сравнение себя как бы с другими и плюс значит игра на публику на внешность а это вот очень сильно напоминает такой знаете своего рода бунт что вы бунтуете против ну против того подавления которое вам делал отец ну другой может быть и другая ситуация то есть то что вы то что вы бунтуете то что вы не адаптивны вот в своей деятельности в своей личностной активности это факт то что вы то что вы ну могли например иметь гиперопеку ну это может быть да но мне кажется если гиперопекой была то в меньшей степени а в основном мне кажется что все таки исходя из того что вы сказали мне кажется все таки давно строгие родительства однако минус ну это так видится мне то есть в любом случае в любом случае вот выбор вашей профессии я бы очень хотел бы проанализировать потому что именно выбор профессии вашей он укажет на причину всего того что с вами происходит то есть смотрите смотрите как есть два варианта либо вы понимаете что это красиво да у вас модельная внешность и вы решаете это использовать то есть зная что вы красиво что вы объективно привлекаете внимание объективно у вас подходящая внешность вот и соответственно этим пользуетесь этим зарабатываете просто используете как средство если либо а вы понимая понимая что у вас внешность опять же подходящая используйте ее для того чтобы себе доказать и внутри себя своему внутреннему родителю голосу как бы отца голосу родителей доказать что вы действительно всего то достойны стоите вот так значит дальше вот вы впечатлили что вы всегда выигрывали всегда выигрывали даже не привыкли проигрывать да не привыкли терпеть поражение и соответственно не знаете что это такое то есть тут опять же двойственная ситуация либо вы не привыкли проигрывать то есть просто вас вели постоянно да то есть как бы гиперопекаре либо вы боитесь поражения и поражения с детского возраста ну наверное с детского возраста для себя вообще не приемлеме то есть вот как стали на путь победить так и и шли по нему до встречи вот с этим мужчиной то есть для вас именно видимо ну важен выигрыш то есть важен выигрыш важна пробелия важное достижение не важен сам процесс когда человеку не важен сам процесс а он вкладывает значение именно в выигрыш да то это опять же говорит о том что сам человек в победу вкладывает личностное значение при этом не понимает что победа сама по себе это ну не то чтобы случайность не то чтобы игра не то чтобы истерея но все равно это определенное истечение обстоятельств то есть точно не какое-либо постоянство то есть точно какое-либо непосредственно кстати говоря вот вам выпала ну на мой взгляд уникальная возможность самой поучаствовать в этой игре будет немножечко с другой стороны вот смотрите вы задаете вопрос вам эксперты отвечают соответственно вы ну по идее выберете лучший лучший ответ тот ответ который вы выберете лучшим будет считаться условным победителем вашего вопроса соответственно вы определяете того кто победит вот положая руку на собственно скажите помимо тех кому вы поставили дизлайк скажите есть ли откровенно хуже откровенно худшие ответы и есть ли откровенно лучше скорее всего нет скорее всего будут те ответы которые вам больше подходят вот ответ который подходит вам больше всего вы и выберете делает ли ответ который подходит вам больше всего делает ли эта ответ который вам больше всего подходит лучше действительно он лучше нет он лучше для вас но не лучше вообще потому что лучше вообще не бывает определяется лучший ответ тем человеком То есть это всегда субъективная оценка, так и победа. Это всегда субъективно. Победа это всегда определенные достижения, но в рамках определенного социального круга только. И получается, что для вас ценности этого социального круга важны. Как? Ну опять же здесь либо родительский сценарий, то есть родители вам говорили, что вот ты должна в обществе чего-то добиться, и вы ориентируетесь на это. Игнорирует подчас свои желания, либо придя к компромиссу. Либо ваши родители напротив вас подавляют, а вы пытаетесь им доказать. То есть за компенсацию. Понимаете? За эти петли, если что вы встречались в Печте В, он меня изрядно потрепал. Изменял, обзял. Я много страдал из-за него. Да. Ну потрепал, изменял, обзывал. Вот изменял не очень понятно. Он вам изменял в смысле спал с другими девушками, или он вас изменял в смысле менял вас. То есть тут вот не очень понятно, в каком смысле вы употребляете слово изменял, но тем не менее. Что я вижу здесь? Здесь я вижу вашу позицию как жертву. То есть это он виноват, это он тиран, это он такой плохой. И это неправильная позиция. Опять же, это здесь у нас с вами идет уже обида. То есть помимо вашего бунтарского поведения, как мы и сказали, у вас идет еще и обида. То есть такие накопления негатива здесь у нас имеет место быть. Накопление негатива. Но если мы говорим о накоплении негатива, то соответственно что? Во-первых, обида это всегда детская позиция, мол, это он виноват. Как вам от счастья уже написал кто-то из моих коллег, что это бег от ответственности. То есть вы не несете ответственности за себя. И здесь опять же причины могут быть двоякие с одной стороны. Либо вам никогда и не давали нести ответственность за себя. Либо вам чрезмерно ее навязывали, и вы пытаетесь от нее сбесать. Но в любом случае принципиальный момент в том, что это не он вас, трепа. Потому что это старший мужчина, это взрослый мужчина. Это уже, наверное, пожилой мужчина, я так думаю, ну или точно средних лет. И он уже является сформировавшись личностью. То есть он такой. А вы, тем более являясь женщиной, вы позволяли ему так с собой себя исти. То есть вы позволяли ему себя трепать, изменять, обживать и позволяли себе из-за него страдать. Вопрос в том, для чего, почему, зачем. Может быть вам такая позиция удобна. Может быть вы и со своими родителями в такой же позиции были. А может быть, может быть, у вас какие-то свои желания. То есть просто вот ваши потребности, ваши потребности, они вот связаны именно с ним. И все. Может быть у вас любовная зависимость. И тогда вы его, с одной стороны, идеализируете. В этом случае, то, что вы говорите про его внешний вид, про тот, он старый хрич и так далее. Это всего лишь рационализация. То есть защитный механизм, попытка принижения. В действительности вы так не думаете, не считаете. Либо для вас это не важно, с одной стороны. И с другой стороны, вы считаете, что только с ним вы будете счастливы. Это два классических примера любовной зависимости от человека. Но в любом случае, то, что вы много страдали от него, это не его ответственность. Это ваша ответственность. Это ваш выбор. Это ваши желания. Вот какие они, почему они связаны с ним, почему они завязаны на нем, почему вы позволили быть в зависимости себе от другого. Это вопрос. Это большой вопрос. За этим всегда стоит определенная внутренняя пустота. Мужчина эту пустоту заполнил. Вы на него перенесли часть своих функций, ну, жизненных, обще-социальных и так далее. И все, вы в нем нуждаетесь. Вы в нем нуждаетесь, и вы бы в него не можете. Смотрите. Почему вы перенесли свои жизненные функции на него? Вот установка такая. Что позволило вам перенести свои жизненные функции на этого человека? Подумайте об этом. Так, и за последние два года я потрясаю свою красоту. Вот опять же. Здесь у нас с вами ошибки происходят. Для вас красота – это исключительно внешняя сторона. Для вас красота – это исключительно внешняя сторона. Иными словами, определенный образ, определенный внешний вид, определенная совокупность внешних данных, которые составляют ту красоту, которая, я уверен, оценивается не вами, а другими людьми. То есть, скорее всего, обществом, скорее всего, теми людьми, которые давали вам работу, которые предлагали вам контракты, и предлагали вам сниматься на облочках и так далее. Именно это вы считаете красотой. Опять же, это своего рода такая подростковая уже теперь позиция. Если вы помните, да, подростки, девочки часто говорят, вот, я некрасивая, я уродина, там, все такое прочее. То есть, они игнорируют свои какие-то внешние данные, не могут ценить то, что у них есть, а вместо этого ориентируются на какой-то вот идеал внешней красоты. Как правило, певицу, ту же модель, актрису там и так далее. Почему это происходит? Потому что родители, опять же, не смогли внушить своему ребенку, что он красивый. Они не говорили постоянно, что она красивая. Они не говорили, что она красивая просто так, без одобрения других. Вот. Понимаете? Соответственно, ваша вот эта вот установка, она оттуда идет. То есть, красоту свою потерять нельзя. В теории, в теории можно потерять красоту, если вы, там, получили какие-то ожоги, там, вот это все, в теории. Но ни морщины, ни, соответственно, какие-то переживания, ну, помимо таких определенных изменений кожи, красоту вашего не убирают. То есть, вас перестали приглашать сниматься, это связано с неестественным ответом человека, и вас перестали приглашать, так и так. То есть, вам нужно было очень сильно постараться и нереальные деньги и усилия доложить, что это было в 28 лет приглашали, куда бы там сниматься на обложке. Вот. Опять же, я думаю, вы это знаете не хуже меня. Так, набрала 10 кг на стрессе. Ну, вот снова, обида. Я набрала 10 кг на стрессе. А стресс откуда? А почему вы позволяете этому стрессу быть? А почему вы за стрессом ничего не делаете? А почему вы из него не выходите? Из стресса я имею ввиду. Как бы чья ответственность? Мужчины? Серьезно? Сейчас на 28, и я вешу 65. Место 55. Рост 172. Ну, знаете, я не знаю, для чего вы это пишете. Но могу сказать так, что если вам в этом весе комфортно, именно физически, это ваш вес. И набрали бы вы его, так и так. Вообще, от стресса люди худеют, если вы не знали. Они толстеют. Ну, это так, к сведению. Знаете? Фу. Другое дело, если вам тяжело. Если вам тяжело, да. Вы что, собрались всю жизнь в одном весе? В одном весе. Сюзи собрались в весе 55 кг. А беременность? Ага, а возрастные изменения? Вы это игнорируете? Игруте у меня небольшая, он вдруг начал говорить. Так, ну, вот вы чувствуете, да? Как вот у нас. Чувствуете, как какой-то рискок сразу идет. Он начал говорить, что у вас небольшая грудь. Но простите, он с вами 3 года жил, и ваша грудь его устраивала. Все это, она вдруг стала для него маленькой. Странно, не находитесь? Он для вас выбрал. Он что, получается, под сомнение свой выбор ставит? Понимаете, да? И вы, почему вы верите ему? Почему вы прислушиваетесь к нему, игнорируя то, что было раньше? После общения с ним у меня появилось тысяча комплексов. Нет, нет. У взрослого человека, в 23 года вы уже были взрослым человеком, комплексы появиться не могли от общения с кем-либо. Комплексы появляются в подростковом возрасте из-за формирования личности и в детском возрасте, из-за того, что там еще не оформилось сознание, не оформились личностные черты. И в 23 года комплексов появиться не может. По крайней мере, комплексы в том представлении, в каком они существуют в психологии. Поэтому комплексы у вас, скорее всего, были. Комплексы у вас, скорее всего, были. До этого просто вы их заглушали. Чем? Свои деятельности. Вы купили, вы компенсировали их. То есть, постоянно догадывались, что их нет. Но вам нужно было постоянно доказывать, и вы это делали. Сейчас вы перестали себе доказывать, всего ряда причин. Опять же, не важно, почему вы перестали это делать, важно, что вы перестали. Вы могли, как я уже сказал, и забеременеть, и все, и семья у вас могла появиться. Да, мы там все могли выйти. И так далее, вот. И в любом случае, ваша жизнь она бы поменяла. И эти комплексы бы появились. То есть, это не мужчина, опять же, ответственность. Не общение с ним. Они вас были всегда. Просто вы их не замечали. Далее. Тысяча комплексов. Ну, тысяча комплексов, это явно преувеличение. Самые комплексы с нажительной мете. Но комплексы, это неверные понятия о себе, неверные установки, лозные установки и лозные понятия. Соответственно, все это корректируется, все это убирается, но для этого нужна работа. Для этого нужно работать. Опять же, если он говорит, что у вас небольшая грусть, если он говорит, что у вас комплексы, почему вы выспортите? Я чувствую себя некрасивым. Как? Как аноним можно чувствовать себя некрасивым? Как? Вы не чувствуете, что люди обращают на вас внимание, а они должны? Вы понимаете? Вы не пишите, что произошло с вашей деятельностью рабочей. То есть, вот вы были на обложках, снимались, а что случилось, потом вы не пишите. Но, если вы ушли из мобильного бизнеса, например, то вас просто все забыли. А вас просто все забыли. И некрасиво вы себя чувствуете, потому что на вас никто не обращает внимания, вы не в тренде. Серьезно? Только поэтому вы некрасивы? Только потому, что, может быть, у вас произошли изменения, естественные изменения с 23 по 28 лет? Серьезно? Только поэтому некрасивы? Как вообще вы определяете, что вы красиво? Как вы определяете? У вас есть внутреннее соответствие, чему-то и так далее. Но почему это внутреннее соответствие, ну, внутренний образ, внутренний ориентир, не является вам и самой? Почему вы ориентируетесь на что-то, при этом игнорируя естественные, может быть, не совсем естественные, но, тем не менее, возможные изменения в себе? Откуда такое желание соответствует какому-то стандарту красоты? Разве вы не понимаете, что красота – это естественность? А естественность не может быть стандартной. А людям нравится то, что стандартно. Вы посмотрите на всех моделей, которые одинаковы в своей красоте, якобы. Он постоянно лайкает разных моделей. Вот здесь опять перескок идет. Он постоянно лайкает разных моделей. А вам-то что? Ну, лайкает он их. Знаете, ему для самоуцелестения это нужно. Знаете, вот вы здесь вообще ни при чем. Другое дело, почему вас это задевает. Чувствуете, что внимание вам меньше оказывает. Чувствуете, что вы уже перестали быть единственными, и вас это задевает. Вы воспринимаете это на свой счет. Вы ищете причины и причины, проблемы в себе. А они не в вас. Причины в нем. Причины поведения человека всегда в нем, не в другом. Знаете? Ваш эго-центризм, опять же здесь, он мешает вас. Эго-центризм. Вы думаете, что это мужчина лайкает других моделей, то вы некрасиво. Но значит, вы думали так всегда. Вы всегда в глубине души чувствовали себя некрасиво. И опять же это установка родителей. И опять же, тогда получается, с этим мужчиной вы были для того, чтобы доказать себе, доказать своим родителям, что вы достойны, что вы заметны, что вы там, не знаю, привлекательны, что вы стильны, что вы значимы. Понимаете, да, как обстоят дела? Понимаете, да, как получается? Как это выглядит вот именно в контексте. Далее, не факт, что он с ними спит. Ну, опять же, спит он сами или не спит, это вообще значения не имеет. Вы встречаетесь в 5 лет, мужчина вам предложение не сделал, соответственно, он вам его уже и не сделал. Положая руку на сердце, нужно честно себе сказать, что вы с ним из-за чего угодно, только не из-за семьи. Кстати, вы не говорите, что вы его любите. И не говорите, что он любит вас. Ну, это так. В дополнение. То есть, какая разница, спит он в семье или нет, он вам чужой человек. Ну да, вы живете вместе, ну да, у вас есть секс, возможно, ну да, вы встречаете, да, формально вы пара, но вы чужие люди, пока вы не образовали семью. А семью с вами не образованы. И он может спать кем угодно, потому что он свободный мужчина, а вы свободная женщина. То есть, вы сделали себя не свободной от него, это ваш выбор. Опять же, ваш выбор. Но ожидания, которые у вас были изначально от этого выбора, они превратились в реальность. Для вас. Просто, братья, дразнись меня так. Подумайте, зачем он это делает. Зачем ему вас дразнить. Чтобы самовыкоррадиться, чтобы принизить волосы и возникнуть в себя. А для чего ему нужно возвышать себя? Чтобы подвесить свою самооценку. А почему человек себя возвышает? Потому что ему это необходимо. А необходимо возвышать себя как кому? У кого проблемы с самооценкой? Вот и подумайте, какого мужчину вы выбрали в себе. Кстати говоря, здесь, знаете, я не знаю, слышали вы или нет, но есть мнение, что партнер это отражение наше. Вот ваш мужчина это отражение в вас. Он не уверен в себе. Он неграсивый. Он не знает, что самоутверждение. Он манипулятор, возможно, тиран. Эгоист. Да? И так далее. Это вы. Это вы. Мужчины оцеркали вам ваше к себе отношение. Вы такая внутри. Вы внутри некрасивая. Вы внутри нуждаете самоутверждение. Вы внутри измеваете от неверности в себе. Так же, как мужчина. И так было всегда. Как забить и забить на него? Ну, помимо того, что я уже сказал вам, для начала сепарироваться полностью от него, а дальше просто-напросто работать с психологом по тем вопросам, которые я вам уже озвучил. То есть, вот так просто взять и забить страту не получится. Почему я должна выглядеть как модель? Это вопрос не к нам, а к вашим родителям. Это ваши родители доставляли вас выглядеть как-то определенным образом. И это сейчас ваши родители через этого мужчину и через ваши собственные убеждения заставляют вас выглядеть так же. А вот почему вы приняли их установку? Ну, это довольно объяснимо. В детстве вы приняли их установку, потому что у вас не было другого выбора, потому что вас подавляли и внущали вам, что вы должны выглядеть как модель. А дальше просто детско-радистовский сценарий. А так, вы не должны выглядеть как модель. Вы должны выглядеть как человек, как женщина. И все. А должна? Кому вы дать? Почему вы дать? И разве можно быть свободной, если вы кому-то должны? Разве можно забить на человека, то есть стать независимым от него, если вы кому-то должны? Получается два противоречивых вопроса. Вот об этом и подумайте. Как забить на него и почему она выглядит как модель. Не должны выглядеть на него. Не должны выглядеть как модель. Тогда его требовать обесцениваются полностью. Понимаете, да? Еще могу сказать, что сам он выглядит как старый хрыщ при ярком свете. И что? Зачем вы это сказали? Ну, выглядит он как старый хрыщ. И? Что дальше? Это ваш выбор. Посмотрите на то, кого выбрать. А что, покрасивее, помоложе никого не было? Или вы только сейчас поняли, что он старый стоит? А когда поняли, почему не учли? А если не учли, уважняйте свой выбор. Понимаете, когда вы пытаетесь его принять, когда вы пытаетесь его как-то вот обесценить, вы обесцениваете себя. Вот это ваш выбор. И в виде мудрства признать, что вы ошиблись в своем выборе. Добавься будет гораздо проще. Потому что ошибиться может каждый. Но из ошибки нужно сделать правильный вывод. Ошибки, почему ошибки? Что заставило ошибиться? Как правильно? Как правильно? Понимаете? А обесценивать, говорить, что он старый хрыщ и так далее, так далее, так далее. Это все защитный механизм. Вам это ничего не даст. На самом деле. Он вогнал меня в огромные комплексы и тем самым задел меня. Вы знаете, неправильно. Неправильно. Он вас задел. Он всколыхнул вас в комплексы. И они дали о себе знать. Но это ваш комплекс. И ответственные даньтесь только вы. А мужчина, он так вел бы себя с любовью. И вы это знаете. С любовью. Не только с вами. Я ведь потолстел из-за него. Нет, вы потолстели из-за своих комплексов. Из-за своих призывов. Не из-за него. Он меня расстраивал. Я расстраивал, и я заедал стресс. Нет. Это вы позволили себе расстроиться. И это вы выбрали такой способ борьбы со стрессом. Не вы как из него, а по заглушению. Здесь, вероятно, проблема с личными границами. То есть, вы не знаете границ своих. Вы не знаете границ своих и границ другого человека. На границах тоже нужно работать. На становление личной границ тоже можно и нужно работать. То есть, где мои границы, где твои границы, куда я могу дойти, куда ты можешь дойти, что ты можешь сделать, что ты можешь сделать, что ты не можешь сделать. Ваши родители границы, скорее всего, не соблюдают. Вот так. Вот так. Вот и получается, что в 28 лет вы не занимаете детскую позицию бунта и детскую позицию обиды. Ну, если вы хотите эту ситуацию исправить, нужно работать над этим. При регулярной работе это исправить. У вас вы молоды, у вас еще все приедет. Но не тяните с этим. Не тяните. Сочетайте работу. Очень дистанционно. Как угодно. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!